Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Как обычно, в пятницу в это время бывшим Риге и председатель Совета Международного Автовокзала Олег Буров у нас сегодня в студии. Добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что у вас есть интересные показатели по вот этим междугородним пассажирским перевозкам. Может быть, с этого мы и начнем. Ну, конечно, как на очень многое повлиял ковид. Мы сегодня видим, получили цифры, опубликовали за второй квартал. Мы видим падение по сравнению с прошлым годом на 9,8%. В принципе, нам до этого говорили, что эти цифры будут более оптимистичны. Но, естественно, это тоже повлияло и на автовокзал международный Рижский, потому что если в январе до ковида обслуживали в день 730 рейсов, которые делились на 650 внутренних рейсов и 80 международных, то сейчас 580 рейсов, которые 555 внутренние и 25 международные. То есть, мы видим довольно сильное падение по сравнению с 80 международными рейсами. Осталось только 25. Ну, в чем это связано? Идут автобусы в Берлин, идут в Германию, в другие города, но такие популярные рейсы у жителей Латвии, как, например, в Минск, в Москву, в Санкт-Петербург, в тот же Черновцы, через Львов, Ивано-Франковск, так сказать, этих рейсов нет и пока не предвидится их водить, да. Эколайн, по-моему, начинает час рейса в Киев, но это они сами будут ездить, да. Ну, вот, такая ситуация, но, в принципе, несмотря на это, мы как раз на Совете на этой неделе работу автовокзала оценили позитивно, потому что, несмотря на все, автовокзал делал все, чтобы все-таки работать. Несколько человек получили пособие вот по этой Дикставе, да, но автовокзал работал. Сейчас, если мы говорим о развитии автовокзала, есть пару проектов. Один такой, локальный проект, это все-таки нужно смотреть на, ну, модернизировать платформы, вот эту часть, которая относится к каналу, это один вопрос. Второй вопрос, собираются уже где-то скоро с конца этого года начинать строительство Райл Балтик, вы знаете, о том, что вот будет убрана эта насыпь, и под насыпь будут заезжать автобусы. Там будет платформа, где они будут, ну, соответственно, пассажиры будут ждать, они будут заходить, выходить из автобусов. То есть, вот это будет, и тогда вы транзитно можете уже пройти насквозь, и дойти до Старой Риги. Насыпи в этом месте не будет. Ну, там сложные юридические отношения, потому что эта часть принадлежит государству, поскольку это под железной дорогой. Пользоваться будет автовокзал, ну, там надо смотреть то же самое время землю автовокзала, нужно государству, ну, там какой-то юридический процесс, юридический процесс будет. И третий такой большой проект, который сейчас, может быть, ну, тоже так приостановился немного на распутье, это строительство еще одного здания в том месте, вот где сейчас та часть, куда подъезжают такси, не со стороны шлагбаума, со стороны главного входа в автовокзал, там планируется построить здание, где, предположительно, должна быть гостиница, например, три звезды, да, где могут люди останавливаться, те, которые приедут с международных рейсов. Ну, на сегодняшний момент идет дискуссия о том, что это здание может закрыть вид со старой Риги на центральный рынок, поэтому есть какие-то другие варианты, но я хочу сказать, что во многих городах это никакая не новинка, часто там, где автовокзал, делается магазин, тогда, может быть, это еще из таких одних возможностей, эти помещения сдаются в аренду, и те жители, которые или торопятся на автобус и у них нет времени до этого зайти в магазин, они могут тут что-то купить, соответственно, выходя из автобуса, тоже можно приобрести, обычно такие пользуются популярностью, но уже давно, например, такой магазин, торговый центр существует в Долгов, пился на автовокзале, ну и так далее, поэтому вот здесь сейчас эти очень многие вопросы будут решаться так, буквально вот по строительству этого здания вопрос будут решать в Париже ЮНЕСКО, потому что это касается, это зона ЮНЕСКО, и вот можно возводить еще один этаж, причем это здание не будет выше Стокмана, а Стокман уже стоит, я не знаю, сегодня бы Стокмана решали в Париже или где, но стоит и понятно, что тоже закрывает вид, но тем не менее вот такая ситуация, поэтому автовокзал работает. Да, вот если мы говорим об автовокзале, то мы понимаем, что это такие международные и междугородные рейсы, но большинство, наверное, наших радиослушателей пользуются в Риге, естественно, рейским общественным транспортом, я почему спрашиваю, все-таки ваше мнение, сейчас разные доводы на сей счет есть, ну, кто-то приводит пример Юрмалу, ну, есть более дальний пример Таллин, это бесплатный общественный транспорт, вы, по-моему, в агентстве лета высказались, вот сегодня, да, я прочел, что вообще есть возможность для серьезной экономии бюджетных средств, в том числе в Риге Сатексмы, может быть, как раз, вот, если провести эту экономию, то можно будет говорить о будущем, может быть, о бесплатном общественном транспорте, и обо какой экономии вы говорили, когда вот давали интервью агентство лета. поскольку мы сейчас находимся в такое время предвыборное, я не буду говорить о политике, но хочу сказать только одним словом, да, от всех предприятий нужно убрать политическое давление, то есть зачастую, когда указания дают политике, это, ну, они насаждают свое, естественно, политики должны руководить городом, иначе вообще, зачем они, зачем они существуют, да, но они не должны советовать, иначе появляются их советы, там, кого устроить на работу, кого взять, там, консультантом, кого куда-то пристроить, и, соответственно, если они идут на такой сговор, то тогда и руководитель этого предпринимательского общества думает, ну, хорошо, если я пошел на такую не совсем легальную официальную услугу политику, так я могу тоже вести себя вольготно, поэтому в данном случае это все четкое, абсолютно прозрачные все действия, это и есть средство борьбы с коррупцией по открытым конкурсам, а не по каким-то, когда у тебя потом вызывает удивление, почему конкурсная комиссия приняла такое решение, подбор кандидатов в члены правления, вот сейчас, например, по Ригасному Парвалнеку прозвучала информация, по-моему, вчера, сегодня, что около полсотни претендентам появилось, да, то есть это очень хорошо, да, главное из них профессионально отобрать. дальше надо смотреть, естественно, смотреть, что сэкономить в своем хозяйстве, не просто бежать в Рижскую думу и говорить, нам нужно еще, нам нужно еще, смотреть, что ты можешь сэкономить в своем хозяйстве, и из таких больших, конечно, экономит Ригаскарта, то, что касается эталона. В этом году, в декабре, этот договор, слава богу, заканчивается, естественно, вот такая дорогостоящая ситуация, не будем сейчас говорить, что там, сколько там было оправданно и неоправданно, средства, в конце концов, есть соответствующие структуры, которые этим и могут, и должны разбираться, да, и пусть они дают свою оценку, но такого больше продолжаться не может. И на сегодняшний эталон, момент, вот этот эталон, он уже устарел, время идет вперед. Когда это все было создано, извините, тогда мы ходили с одними телефонами, тогда была одна там модель, например, каких-то там электронных средств, сегодня совершенно все другое. То есть там нужно, многие вещи очень упростить и модернизировать. Из-за этого появится, конечно, очень большая экономия. Дальше, ну, я, например, согласен с господином Радзевичем, когда он отвечал за это предпринимательское общество, он мне говорил, ну, они получают довольно большие зарплаты, руководители, члены правления такого большого, а Рига Сатексма является большим предпринимательским обществом, но есть определенная сетка, получают большие зарплаты. Но в этой ситуации, может быть, им не нужен личный служебный транспорт, за который тоже нужно платить за аренду, да, с водителем, или они ездят сами, если ездят сами, пойди, проверь, что они делают в выходные дни, пересаживаются на свои личные машины или нет, это топливо и все, да. это мелочь. Потом вытекает за год уже, мелочь из миллионов, но если мы это посчитаем, то это десятки тысяч, да, поэтому в данном случае здесь, ну, давайте так, не надо экономить на вот работниках, водителей, троллейбусов, автобусов, трамваев, эти люди, ну, вызывают глубокое уважение о том, что на самом деле они выполняют эту работу, это тяжелая работа, непростая работа, технические работники, то есть нужно думать и в этом смысле, когда мы говорим о работе профсоюза, зачастую у нас этот профсоюз исторический вызывал какую-то кривую смешку, да, это тоже нужно смотреть, все должно быть прозрачно, да, и многие процессы должны быть прозрачны и понятны, потому что, в принципе, этот профсоюз, он должен быть, он должен защищать интересы этого коллектива, вот, этих технических работников, но, говоря о еще экономии, есть недвижимость, есть недвижимость, которую в свое время зарезервировали для строительства парк-эндрайда, но вы знаете, там нет никакого ближайшего транспорта, то есть зачем строить, планировать строить парк-эндрайд в поле, когда до остановки общественного транспорта нужно идти там километр, да, или мы тогда говорим, что мы продлеваем, например, как в Кенгараксе Задола, вы знаете, где кольцо трамвая, где-то через 500, может быть, даже больше метров, там планируется парк-эндрайд, или тогда берем и продлеваем кольцо трамвая, чтобы туда люди могли подъехать ближе, да, или тогда отказываемся от этой территории, много таких территорий, где вообще транспорт не ходит, а этот парк-эндрайд запланирован, и такие у них в основном капитале, но, наверное, от этого нужно отказаться, да, ну, как мне говорили, есть недвижимость в Лепой или в Лепойском районе, ну, зачем она там нужна, если это на самом деле какая-то работающая база отдыха, ее активно используют, это один вопрос, а если это что-то простаивающее и разваливающееся, я в данном случае не могу дать оценку, я не знаю, то тогда другой вопрос, ну, потом один такой, может быть, я скажу не очень популярную вещь, но все мы исторически знаем с советских времен в Межапарке есть ТТТ теннисные корты, но это очень хорошо, и они есть, земля в Межапарке очень дорогая, вы сами знаете, эти корты стоят, но на них играют водители, троллейбусов, автобусов, технический персонал после своей многочасовой работы в теннис, не знаю, не знаю, но я как-то не уверен, да, нужно ли это сейчас держать, нужно ли это рентабельно, то есть я безусловно считаю, что безусловно нужен отдых, безусловно нужно думать, как люди релаксируют, но если мы говорим о том, что или мы будем убирать льготы, или нас пугают, что нужна еще большая дотация, иначе мы откажемся от льгот, или будем повышать стоимость проезда в общественном транспорте, потому что, ну как в свое время были тоже политические обещания, что мы не повысим стоимость в общественном транспорте, но подняли ее и подняли в свое время довольно чувствительно, поэтому ну надо видеть приоритеты, приоритеты, конечно, должны оставаться одни, учитывая, какая, ты уже говорил много раз, средняя пенсия у нас в стране, 350 евро, и понимаем, что те люди, кто сеньоры, которые ездят в общественном транспорте, у них реально эта пенсия еще ниже средней, поэтому, естественно, бесплатный проезд, он должен быть, и тут меняться ничего не должно. В свою очередь, нужно ли для всех делать бесплатный транспорт? Знаете, я не могу сказать, на сегодняшний момент где-то 70% ездят бесплатно или со своего рода льготами. Билет на сегодняшний момент, себестоимость билета является евро, евро, евро 42 или 45, евро 49, там разные цифры, по старым расчетам. По старым расчетам, это при нашем евро 15, себестоимости билета, то есть получается, что мы уже в каком-то минусе, но в то же самое время нужно ли это делать? Потому что, так или иначе, мы ездим на самом деле все с утра уже в набитом транспорте, поэтому на сегодняшний момент я к таким разговорам отношусь очень расторожно, другое дело, можно, конечно, думать, это надо считать, тут нет никаких политических заявлений, тут только голая экономика, голая цифра. Может быть, нужно с евро 15, например, снизить прайс в общественном транспорте до 90 евроцентов. Но это еще раз, это должны быть, ни в коем случае, это не должны быть ни с какой стороны политические лозунги, это должны быть на самом деле точно экономические расчеты, чтобы потом не было так. Посчитали, проследились. Еще вот очень такое знаковое заявление, которое вы сделали сегодня в агентстве Лето, оно касалось действительно использования, есть такое слово, может быть, оно такое, с таким оттенком, не очень хорошим, освоение средств, хотя на самом деле имеется в виду действительно освоение средств, не какое-то там разбазаривание, не освоение средств, не распиливание, не распиливание, департаментом сообщений, потому что мы все жалуемся на плохие дороги, справедливо жалуемся, а здесь вот выясняется, что, по-моему, в прошлом году 15 миллионов оказалось не освоено. До этого 19, на протяжении нескольких лет 19, до этого 15. Тут ямы, то ямы, то канава, а деньги не осваиваются. С чем это связано? При том, что, например, Брасовский мост, ну, так снести и построить, это примерно будет стоить в районе 15 миллионов, максимум. То есть, это фактически и много для бюджета. Это целый мост, это целый мост, 19 миллионов, это, я думаю, ну, да, это за метаном мост, который больше, чем Брасовский мост. То есть, вот такие вещи. Да, это неправильное планирование, неправильное планирование. Это когда политики говорят, исполнительные власти, хочу вот это, потом хочу вот это, хочу вот это, да, все это записывается, деньги под это планируются, а реально проекта нет. Проект происходит, потом долго проектируется, качество проекта зачастую тоже бывает неблагополучное. Через год политики называют другие приоритеты, потом вспоминают о старых, проект уже состарился, или начинается реализация проекта, как с Брасовским мостом или с Дегловским мостом. Ну, посмотрите, не было запланировано на Дегловском мосту, например, ремонтной работы по основам моста, вот этим колоннам, да, на которых стоит мост, да. Почему? Потому что они там были закрыты регипсом. Ну, это абсолютный бред, да, нельзя было снять регипс и проверить, да, или тот же самый Брасовский мост. Мы приходим, нам говорят о том, что, ну, вот мы открыли, проверили, сделали там вот шурфы, увидели, что там фактически песок, там все коррозией покрыт, полностью металлические конструкции. Где вы были раньше? То есть, когда делается очень такое поверхностное или вообще не делается техническое обследование, инспекция, некорректно, не согласовывая с общественными организациями, ну, например, есть такая организация Пилса Тациллакем, которая именно смотрит о велодорожках, о том, чтобы это было удобно, гармонично, да, удобно, гармонично для велосипедистов, для пешеходов, да, и вот получается, ну, и потом мы стоим, вот как в этой ситуации у Брасовского моста и все вздыхаем и говорим, да, то есть, есть много моментов, поэтому я ни в коем случае не хотел бы ругать департамент сообщения, нет, люди стараются, работают, работают очень, очень много, активно, но, безусловно, нужно устилить их ресурс, им нужны тоже дополнительные сильные работники, может быть, и дополнительные штаты, но факт тот, что нужно профессионально к этому подходить, и ни в коем случае никакие проторги, профорги не могут здесь давать указания, что и как делать, руководить должны профессионалы, поэтому департаменту нужно нормально дать возможность работать, и я надеюсь, я уверен, что у них получится. Олег Бофф у нас в студии, есть и звонки, одевайте, пожалуйста, наушники, будем их принимать, добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Мы так много вопросов подняли, что по каждому хочется что-то спросить, но я спрошу только один. Пожалуйста, господин Бофф, вы сегодня единственный человек в Латвии, который что-то внятно способен говорить по райу Балтика. Скажите, могли бы вы в следующей пятнице, или когда-то, когда вы найдете нужем. Он готовит материалы полностью. Что же будет с городом? Вы сегодня так сказали, будет стосить тассы. Что значит стосить тассы? А куда же железнодорожные пути делаются? А куда будут идти? Какой транспорт останавливается? Как ездить будем? И нормально ли вообще, на ваш взгляд, одновременно? Райл Балтика раз, Братовский мост два, Недостроенный мост Дегловский три, Чака четыре, и мост на Саркандал два и пять. Это что будет строить? Кто? Я не понимаю, Шеймс что ли пойдет? Или Линкейс пойдет строить? Кто будет строить этих объектов? Спасибо большое. Пожалуйста за вопрос. Вы нам не отыгрались. Вы сказали, что я так много говорю, у вас много появилось вопросов, но вы фактически своим вопросом, если говорить серьезно, подняли очень много тем. И первая такая глобальная тема, что на самом деле, ну вот смотрите, приехали узбеки, или на Мабикс Узбекистана приехали, узбеки приехали, и принесли нам привет коронавирус. То есть, на самом деле, я не знаю, сколько сейчас вот эти весстрадники, вот сколько сейчас приезжает людей, но на сегодняшний момент нам нужно быть осторожными, еще раз осторожными, это не на один месяц. Без таких людей со стороны, с других стран, мы Латвию не построим. Это никакие не громкие слова, потому что вы назвали объекты эти, мы можем сказать про Лепуйскую тюрьму, которую тоже собираются строить, и, наверное, ее и нужно строить, потому что мы там просто не отвечаем никаким требованиям, которые требует Евросоюз. Есть другие какие-то проекты, не говоря уже о самом большом проекте вот этого, ну так скажем, ближайших нескольких лет от Райл Балтик. Поэтому здесь очень большой вопрос, а кто работники, и я думаю, что не так просто и с инженерно-техническим менеджментом, вот с инженерами, с, ну, как мы раньше говорили, с прорабами, но если все-таки у нас такие есть, то вот именно кто будет непосредственно работники, это вопрос, потому что на сегодняшний момент, ну, я могу призвать сейчас и сказать, я бы очень хотел, чтобы вот видя этот объем работ, люди не уезжали за границу, люди не уезжали за границу строить, а остались бы здесь. Увы, как мне говорили, но когда открыли это движение, из Стокгольма паром пришел с одним количеством человек, и гораздо, гораздо большим уехал туда, то есть люди, я знаю, и сейчас вербуют, вот мне буквально вчера звонили, вербуют строительные фирмы в Швецию, не пугает другая ситуация с коронавирусом, люди туда уезжают, поэтому дефицит рабочей силы. Если мы говорим о том, что будет в плане организации движения, ну, скажем так, Брасовский мост, Саркандаугавас, вот этот Парвац, Дегловский мост, они не столько будут влиять на это движение, сколько будет влиять другое. Увы, не построена восточная магистраль, постройка восточной магистрали в полном объеме, это было бы, ну, не скажем, не полное кольцо вокруг Риги, но, по крайней мере, какое-то бы полукольцо, потому что мы все с вами используем Ригу, чтобы проехать через центр города по улице Чака, Красная улица, да, мы все едем по этим улицам, а сейчас, когда начнется эта мегастройка, то все это превратится в большую строительную площадку, и нас впереди ждут большие пробки. Поэтому это говоря об этой ситуации, то, что мы к ней, я считаю, не готовы, и не готовы на государственном уровне, потому что сейчас даже вот, когда просили с этих денег, которые разогревают экономику, Рижская дума, Департамент развития Рижской думы просил, ну, дайте деньги на то, чтобы можно было закончить восточную магистраль в полном объеме, а ее сейчас будут реализовывать, там тоже все постоянные жалобы, затягивается конкурс, но я думаю, что все это закончится, когда-то, невозможно строителям друг на друга жаловаться, невозможно делать ошибки, как-то это все должно финишировать, то часть осталась все равно вне объема строительных работ, почему? Потому что количество европейских денег там было минимальное, а большое было софинансирование с Думы, но тогда эти государства дополнительные деньги, чтобы на самом деле городу было это легче сделать, и вот это вечный вопрос о том, что нет отдельно Риги и отдельно Латвия, Рига это столица Латвия, мы выполняем все функции столицы, поэтому вы должны это учитывать, я уже сейчас обращаюсь, ну как, к лидерам государства, и давать дополнительные деньги, это дороги наши с вами общие, если мы делаем какую-то объездную дорогу, кольцо, это общее, по которой ездят не только рижане, ездят все, и в данном случае, конечно, ну вот, увы, это сейчас пока не сделано, это проблема, ну и, конечно, основная проблема сейчас, что из себя будет представлять город Рига после реализации проекта Райл Балтик, очень важно, чтобы мы не остались с вами заложниками ситуации, долгое время город на это, ну, махал рукой, как-то считал, что это, ну, такой, нью-васюки, и проект, и проект виртуальный, нам, наверное, нужно сделать рекламную паузу, мне помахали рукой, при моем взгляде, я понял, и я продолжу разговор о Райл Балтике после рекламной паузы. Я вижу, что звонки, видимо, в продолжении, Олег Буров у нас в студии, не переключайтесь. Олег Буров у нас в студии, мы продолжаем разговор в прямом эфире, вот на чем мы прервались. Ну да, мы остановились на Райл Балтике, и здесь идет разговор следующий, то есть, первая часть, которая касается центральной части города, до этого берега, она, в принципе, уже выполнена, и здесь, ну, начнут уже готовить вот эту строительную площадку, и начнут первые уже где-нибудь осенью, да, в начале осени, и где-то уже во второй половине осени, в ноябре начнутся работ, ремонтные работы на Лачпляша, да, там, где переезд. На чем будет стоять то, что вы сказали, прокомментировали, мою фразу, наса подберется, будут колонны, будет два уровня железной дороги, будет скоростная железная дорога, и та, которая сейчас есть, это все будет на колоннах, будет построен еще один мост, пока самая трудная ситуация, это по поводу левого берега, Пардаугово, там ситуация следующая, какие есть болевые точки. Первая болевая точка, которую, ну, не приемлят именно жители Торникална, вот Торникална, Абкайма, да, как говорится, это то, что вот эти исторические мосты, первые, самые старые бетонные мосты в Торникалнце, они будут разрушены, и фактически их восстанавливать нельзя, и от них ничего не останется, вот от этой истории. исторической субстанции, как говорится, да, конечно, противники этому есть, пока не выразила своего отношения комиссия, комиссия национальная по охране памятников, посмотрим. Второе, самое главное, второе, это тоннель, тоннель должен начинаться где-то в районе станции Торникалнс, она тоже будет немножко перенесена, но в этом районе, и весь вопрос, где тоннель заканчивается, или тоннель заканчивается перед улицей ЛЭПС, или за улицей ЛЭПС, и тогда, что будет дальше? Один вариант, пройдет тоннель, мост пройдет под землей, выйдет дальше, и тогда движение транспорта будет также поверху, существующие электрички, поезда будут ходить также, второй вариант, это пойдет где-то, это пойдет по земле, тоннель выйдет раньше, тогда под землю нужно уходить общественному транспорту, который пересекает железнодорожную, это все мы говорим около больницы Страндания, то есть, где очень важно, куда едут скорые, если вы знаете район, этот улиц ЛЭПС, там исторические дома, ну, я не помню, какие они, двух-трехэтажные, церковь, вот эти дома, это тоже историческая ценность у них, как, что будет сноситься, это историческая брусчатка на улице ЛЭПС, здесь большие дискуссии, нас же будет людей куда-то переселять? Ну, да, конечно, об этом никто не думает сейчас, но факт тот, что на сегодняшний момент никто вообще не знает, какой из вариантов будет, один вариант, ну, я не буду говорить хуже другого, но они оба дорогие, они оба дорогие, да, вариант, ну, наверное, с тоннелем для автомобилей, для автотранспорта, он, наверное, даже более дорогой, но, по крайней мере, он видится сейчас именно очень виртуальным, какой-то тоннель тоже будет, да, поэтому вот это сейчас один из нерешаемых вопросов, тот вопрос, который, слава богу, сейчас решен, это строительство авиадок около, между Золитуда и соединяющей Золитуда-Имонта, то есть это они берут на себя, потом пойдет отдельно ветка в аэропорт, ну, сейчас появилась информация, что еще Министерство обороны хочет сделать отдельную ветку в Адаше, но это понятно, чтобы техника натовская могла приходить и становиться на платформу, чтобы было довести до этого, но это же проект не только для того, чтобы обеспечить армию в определенном месте военной техникой, да, поэтому это сейчас очень серьезно, меня больше всего пугает, это пока то, что никто не говорит о деньгах, и мы обсуждали и по центру города шел разговор, который, ну, я будучи мэром сказал, это оценили 110 миллионов, вариант был самый минимальный 37 миллионов, эти 37 не дойдут ничего, это будут пробки в районе центрального вокзала, это будут нерешенные проблемы, поэтому я сказал, мы об этом должны забыть, мне очень не нравится, что о нем, ну, соответствующие госчины продолжают вспоминать, нельзя об этом говорить, городу нужно 110 миллионов, чтобы весь этот проект выглядел достойно, еще если мы говорим про то, чтобы убрать нас, опять-то в районе такой улицы Тимоте, это где улица Элизабетес пересекает, ну, вот где заканчивается улица Элизабетес, между Дзирного Элизабетес, вот улица Тимоте, за Меркуром гостиницы, и там вот тоже запланируется срывать насыпь, и там сделать такой мультимодальный центр, но я уже об этом говорил, что такое мультимодальный центр, это место, куда проходят тоже автобусы, но это может быть не автовокзал, автобусы, а другие автобусы, но в основном автобусы региональные, вот автовокзал, о котором мы говорили вначале, он будет больше развиваться как международный, и за границей будут приезжать, здесь будут приезжать местные автобусы, дальше, Дальше общественный транспорт, чтобы вы сразу могли с поезда, с электрической сесть, поехать, общественный транспорт. Дальше остановка такси, дальше вело, электроскутеры, какое-то место для такси. Все это должно быть там. Так что я хочу сказать, вот если это все запланировать, все, что очень хорошо расписали, вот этой насыпи, которую срели, абсолютно недостаточно. И тут тоже нужно смотреть правде в глаза, не должны быть двойные стандарты. С одной стороны, вам обещать одно, а получить абсолютно другое. Поэтому я говорю, учитывая то, что этим проектом занимаются многие, я не вижу такой координации. Я, честно говоря, не вижу координации. Она меня пугает между министерствами, между министерством сообщения, между министерством финансов. Я был на одной тоже рабочей группе, которую я, будучи мэром, вел вместе с министром сообщения. И на все вопросы, ну, министерство финансов, мы все понимаем, но денег нет. Ну, то есть, как известная фраза, известная политика, да, и российского, денег нет, но вы держитесь, да. Вот здесь было достойно. То есть, эта фраза достойна, значит, любого политика, тут вне зависимости от национальности и границ. Поэтому это очень серьезный проект. Я считаю, что если меня спросить, что в следующей думе важное, можно, безусловно, как сейчас делается, там, рассказывать о космических кораблях и рассказывать всякие разные сказки, наверное, это легче. Легче говорить о полетах на Марс, чем заниматься серьезно конкретными вопросами. Вот меня, если говорить из проектов развития, вот если не болтать, серьезно говорить, больше всего волнует Рейл Балтик. Потом, чтобы не было потом всем стыдно, кто стоял рядом с ним. Поэтому здесь только общий подход государства, самоуправление, то, что я говорил неоднократно, будучи мэром, министру, сообщение о том, что выделите европейские деньги, мы, город, готовы софинансировать. 15% от этой суммы 110 миллионов. Мы готовы выделить со своего бюджета. Мы это запланируем и сделаем. Но дайте европейские деньги. Это дополнительные деньги. Дополнительно тем деньгам, которые выделили на Рейл Балтик. Если мы говорим о самом вокзале, ну тоже интересный разговор. Вокзал внешне со всех визуализаций выглядит очень красиво. Что-то такое космическое красиво. Но он весь стоит на старой основе. Вот те магазины, все тоннели будут. Поэтому там тоже такой будет микс, который мне не совсем понятно. А что будет с Ориго? Я извиняюсь, что я перейду. Вот меня люди спрашивали. Что будет с Ориго? Ориго остается. Ориго остается. Я пока вообще бы очень хотел видеть эту визуализацию, чтобы не было, что у нас там все как-то будет вот так надавлено друг на друга. Мне тоже не совсем понятно. Но с нашей стороны это работают иностранные архитекторы. Но с нашей стороны к этой работе привлечен Андрис Кронбергс. Это архитектурный бюро Архиес. Но Кронбергс один из самых наших значимых, знаменитых, успешных архитекторов. Но и в данном случае я верю, что он эти вопросы будет решать. Вот по тому берегу, по Задвинью, там работают только испанцы. И в принципе там, поэтому то, что мы говорили, там ситуация более серьезная. Да, я не знаю, я вам советую. Архитекторов не хватило, да? В принципе, Абек, вам лучше всего спуститься на несколько этажей вниз. Райл Балтик, ваши соседи. Вы живете на шестом, они живут, по-моему, на третьем этаже. И как там было? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина, приведите их сюда, устроите какой-то круглый стол. Возьмите, это я вам просто продаю идею, возьмите кого-то из какой-то Абкаем из Бедриба, который с ними сотрудничает представителя, представителя на самом деле народа. Я говорю, без какой-то иронии поговорите. Я думаю, что это на самом деле вопрос довольно серьезный. Да. Вот предваряем, может быть, наш разговор, который будет через неделю, я помню, что вы в предыдущем эфире себе даже пометили, записали, что вы пообщаетесь со специалистами вообще по кадастовой стоимости, чтобы смогли предметно разложить, препарировать вот эту тему кадастовой стоимости, потому что мы видим, что практически каждый день идут новости, при том одна новость или одно заявление политиков в противоречии другому, вот сейчас последняя идея. Я понимаю, что никто не понимает, но у меня такое ощущение, что не понимают и те, кто это инициировал. Да, что самое трагическое, да. Ну и вообще, по-моему, опять-таки, что-то меня тянет на пословицы и выражения российских политиков, но хотели, как лучше получилось, как всегда, это воистину, по-моему, про наш сегодняшний случай с кадастровой стоимостью. Я сегодня говорил с товарищем, который посмотрел свою кадастровую стоимость своего дома, но он говорит, я в жизни не смогу такие деньги заплатить. То есть, что тут делается, ну, пока это непонятно, и на самом деле, как я говорил, вот выходит с отпуска один человек, который является большим специалистом в этой области, я переговорю, и на следующей неделе, я думаю, что я вам могу рассказать и пойму сам. Да, вот единственное только продолжение или, может быть, завершение этой темы, естественно, в следующей пятницу мы это обсуем, тем не менее, вот интересно, что министр юстиции вчера уже предложил такую идею, я не знаю, я это слышу первый раз, может быть, вы, я знаю, что вы все-таки обменивались опытом с коллегами, когда были мэром Риги, ездили в другие страны, вот он предложил вводить необлагаемый минимум в зависимости от количества людей, как раньше говорили, по прописке, теперь уже по декларированию местного жительства, это, конечно, что-то новенькое, но если действительно это поможет уменьшить налог, я, наверное, за, за все, чтобы уменьшить налог, вы тоже, наверное. Понимаете, но это подтверждает еще то, о чем мы только что с вами говорили, то есть, сначала придумали идею, потом героически начинают с ней бороться и придумать еще какие-то дополнительные опции, да, то есть, это, наверное, доказательство тому, что, наверное, это было политическое желание, но не совсем продумано со стороны чиновников, мы возьмем тот же несчастный концертный зал, да, смотрите, как изменяется... Риторика, да? Да, риторика, я хотел сказать, как говорил Задорнов, мышление, да, вот, но будем не называть мышлением, будем называть, на самом деле, риторикой политиков, то есть, на самом деле, раз, два, чик-чирик, мы снесли это здание, потом подумаем, что делать дальше, потом, нет, мы вначале будем проектировать, потом сносить, потом сказали, ну, мы вообще можем не сносить, а потом, может быть, в этом здании, может быть, и концертный зал. А сейчас вообще замолчали, да? Поэтому, ну, наверное, когда-то, может быть, лучше и помолчать. Может быть, будет и лучше. Это действительно успеем, наверное, принять короткий звонок, я так надеюсь. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Я хотела не по теме, но реплика к фразе господина вашего гостя. Он сказал, что в Швецию в пароме уезжает больше, чем возвращается. А совсем не мудрено, у нас в Латвии не любят людей. Не любят настолько, что им здесь неудобно жить. Я совсем не в тему, я слушала вашу передачу, но просто это настолько свежо. Это крик души. Я приехала неделю, не была в Риге, живу на улице Дзелзовас, около нашего дома 25 стоянок для жителей, квартир 75. Мы ставили на улице Дзелзовас на проезжие части, двойная часть. Никому не мешает. Ну, конечно, мешайтесь так. Приезжаю, всюду кресты стоят. Все, все запретили. Делайте, что хотите. Ставьте, где хотите. Раньше могли около супер, нету, то есть мини-риме бывшего. Потом там сделали уже как бы по времени, да. То есть там нельзя, здесь нельзя, где нельзя. А где хочешь? Вот наше отношение к жителям. А как им жить? Как им жить, если тебе нужна машина, как хлеб ты зарабатываешь на этой машине? Спасибо большое, да. Вот понимаете, вот в этом-то и все дело. Сейчас очень многие говорят эти расхожие фразы. Мы там решим этот вопрос, мы сделаем город дружественный для рижан. Естественно, самое главное, мы с вами сегодня говорили о мостах, об инвестициях. Самое главное, это человек. Но это тоже не должно быть просто такой фразой, да. Сказали? Потому что на самом деле, сейчас все говорили всегда, да, нужно создавать такие народные парк-н-райды, стоянки, кармашки, куда можно ставить машины. Ну, хорошо, тогда если считают, что надзелзывать, я на самом деле, я не живу в Пурцамсе, но я там много проезжаю, всегда видел, что там стоят машины. Я вам скажу, мне они, как автоводителю, не мешали, да, там движение активное, но она не столь активная, чтобы мне это причиняло неудобства. Нет, стояли машины, все было нормально. Но сейчас их убрали, хорошо, но надо придумать, куда ставить машину, вы абсолютно правы. Не так все просто. Если мы говорим о внутриквартальных территориях, мы всегда попадаем вот в эту ситуацию, потому что часть жильцов хотят оставить зеленую зону, часть говорит, нет, поставьте ее, поставьте там машины. И вот когда показывают какие-то там кадры российских небольших городов, где вся зеленая зона, ну, там по понятиям ставят машины, вся ликвидирована, везде грязь и слякоть, ну, это тоже не дело, да. Но изыскивать возможность, сделать какие-то кармашки, может быть, немножко уменьшать вот какую-то там зеленую часть около тротуара, ну, наверное, это надо, потому что это же понятно, все наши районы, даже, ну, все-таки Пурцем с Пановеичем, там, Кенгарак старый, да, но все они проектировались совершенно на другое количество машин. И нам с этим как-то надо жить, да. И я думаю, что город мог искать, город так или иначе отказывался от многих земель, продавая их, но, в принципе, городу нужно было резервировать больше мест для таких парковок. Причем, вот как мне говорили, как это делается за границей, там не сразу не строят за много миллионов, там какой-то вот парк-эндрайт. Вначале просто делается плац, простой щебенку, не делают ничего, ставятся машины, если видят, что много машин ставится, что есть интерес, уже нет свободных мест, тогда строят многоэтажную парковку. Ну, и в конце концов, конечно, все эти многоэтажные парковки, например, в Германии, в том же Берлине, они все строятся с большими торговыми центрами. У нас этого нет, мы еще до этого не доросли. Да, ну, хотелось бы, чтобы доросли, потому что все равно эту проблему надо будет решать. Обязательно в следующий раз поговорим вот по этой большой теме налога на недвижимость всех волнующий. Олег Буров у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо.